Роботизированная или так называемая проталкиваемая телеинспекция вмещается в один автомобиль «Соболь». Именно его оснастили этим современнейшим и редким оборудованием. Сотрудники предприятия с принципом работы лаборатории уже ознакомились, и сегодня этот робот-инспектор приступит к своим основным функциям. Это робот, который имеет в своем составе передовую камеру для обследования труб, как канализации, так и водопровода, диаметром 150 и выше. Имеется генератор для обеспечения питания роботом. Имеется подъемный механизм лебедка для опускания робота в колодец. Опускается в колодец робот с камерой с помощью встроенной лебедки. Максимальная глубина – 200 метров, а управляют агрегатом из операторской. Она оборудована прямо в салоне автомобиля. Здесь на экране и отображается картинка, которую снимает новейшая роботизированная телеинспекция. Ни для кого не секрет, что 90% проблем, оно спрятано от глаз слесаря, где-то находится на глубине. И есть два на сегодняшний день метода узнать об этой проблеме. Это раскопать и посмотреть глазами, либо вот второй вариант, он находится у меня за спиной. Это запустить робота, который эту проблему укажет. Также позволяет делать плановые работы, следить за состоянием сетей, как водопровода, так и канализации. Благодаря такой теледиагностике сотрудники Сочи-Водоканала смогут более оперативно собирать данные о месте исследования, то есть в разы быстрее выявлять и устранять аварийные ситуации. Телеинспекционная лаборатория приобретена Сочи-Водоканалом в рамках программы модернизации техники предприятия. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.